СКОПОС ШАЛОМ ЛЕЙБОВИЧ Я родился в июле 1925 года в городе Паневежис в Литве. Нас было в семье четыре брата. Отец в 1928 году уехал в Америку на заработки и не вернулся в Литву. Наша семья снимала полторы комнаты. Все мое детство мы бедствовали и страшно голодали. Всего четыре года успел поручиться в школе Хедере. Родной брат моей матери Тевель Айбиндер был профессиональным революционером, коммунистом-подпольщиком, просидевшим в царских польских и литовских тюрьмах свыше 20 лет за революционную деятельность. Под его влиянием я свято поверил в коммунистические идеалы и в 13 лет присоединился к коммунистическому движению и вступил в подпольный комсомол Литвы. Агитировал, вывешивал по ночам листовки с призывом бороться против буржуазного правительства. Когда в 1940 году Красная Армия пришла в Литву, я был счастлив. Как вы отнеслись к депортации из Литвы 14 июня 1941 года? Я видел своими глазами, как происходила депортация так называемых буржуазных и националистически настроенных элементов. Поверьте, мне было больно это видеть, даже слезы накатывались на глаза, но я был убежден, что вершится правое дело ради идеалов свободы, равенства, братства и интернационализма. И выселение буржуев – это справедливые наказания из-за страдания и лишения простых трудовых людей. Я не торжествовал в душе, когда смотрел, как депортируемых сажают в грозовики перед отправкой на станцию, но и не осуждал. Вся моя голова была забита коммунистическими идеями и задурманена пропагандой и политмассовой работой. Все свое детство я голодал, хлеба досыта не ел, кусок сахара в семье был праздником. Начиная с 12 лет, ложился спать с топором под изголовьем, чтобы в любую минуту быть готовым к схватке с антисемитскими бандами, которые в то время бесчинствовали в городе. Так что вы хотите? Моя реакция на происходящее была соответствующей моим убеждениям в тот период. Что было, то было. Как для вас началась война? Я не чувствовал приближения войны. 22 июня 1941 года нас, пять человек-комсомольцев, вызвали в горком комсомола, вручили винтовку, 10 патронов и отправили на охрану сахарного завода. Два дня подряд все небо над нами было забито немецкими самолетами, летящими на восток. 24 июня утром сдал пост охраны на заводе к товарищу и пришел домой. В городе царила жуткая, дикая паника. Все работники советских и партийных учреждений бежали. Никакой организованной эвакуации не было. Немцы стремительно продвигались от границы к городу. Через город проносились на бешеной скорости машины, набитые красноармейцами. Никто не собирался защищать поневежец. И вообще вся Литва была отдана немцам фактически без боя. Сосед сказал моей матери, пусть Шалом уходит на восток. Он комсомолец, и немцы его не пожалеют, а нас они не тронут. Мать быстро собрала мне котомку в дорогу, дала единственную ценную вещь, хранившуюся в нашей семье. Дамские золотые часики. И в первые жизни мне рассказала, что у моего отца есть две родные сестры в России, в Куйбышеве. Дала старый конверт с куйбышевским адресом. Русского языка я тогда совсем не знал и не мог прочесть написанное на конверте. Мать сказала, забери с собой старшего брата и спасайтесь. Благословляю тебя, сынок. Прибежал к старшему брату Гилилю на работу. Пошли с ним на выезд из города. Стали голосовать вместе с толпой таких же бедолаг. Ни одна машина не останавливалась. Красноармейцы драпали в тыл без оглядки. Решили запрыгивать грузовики на ходу. Мимо проносилась колонна грузовиков. Бросились с братом к машинам. Я зацепился за борт грузовика. Красноармейцы сбрасывали меня с машины. Одной рукой вырвал из своего кармана комсомольский билет. Протягивал его красноармейцам и кричал «Комсомол!». Какой-то старшина посмотрел на билет и затащил меня за шиворот в кузов. Оглянулся на следующую за нами машину и не увидел Гелеля. Ему не удалось заскочить грузовик. Маму, Гелеля и двух младших братьев расстреляли литовские полицаи. Сколько времени длился ваш прорыв на восток? Я шел на восток два месяца. Из Прибалтики уходил в основном порт-актив. Мало кто из евреев успел убежать. Многие не верили, что немцы поголовно уничтожают евреев. В Латвии наша колонна беженцев попала под страшную бомбежку. И больше половины людей из колонны погибли. Дальше шли лесами, без еды, не зная ни слова по-русски, с единственным документом в руках и то с написанным по-литовски текстом. Лучше не вспоминать все эти мыторства и страдания, все то, что пришлось испытать на дорогах отступления. Шел вместе с другом, Хаимом Ритвисом, погибшим впоследствии на фронте в 16-й стрелковой дивизии. Только в середине августа я оказался вдали от приближавшейся линии фронта. Меня определили в колхоз «Большое село» в глубинке Ярославской области. В колхозе уже было много семей, эвакуированных из Ленинграда. «Определили на постой в семью Сорокиных. Сорокины были из староверов, отнеслись ко мне с любовью. Мне многое было в диковинку. Самовар, традиционная одежда. Показал Сорокиным куйбышевский конверт. Они написали письмо по указанному адресу. И вскоре пришел ответ от сестер отца. Они ждали меня. Тепло простился с Сорокинами, сел на пароход, академик Бах, и поплыл по Волге. Обе тетки приняли меня с радостью. Их мужья уже были на фронте. В начале зимы 41-го года случайно встретил кого-то из литовских беженцев и услышал о создании 16-й литовской стрелковой дивизии. Пришел в военкомат, попросил с добровольцем. Мне там сказали, что западников в армию не призывают, а 16-летних на фронт вообще не берут, даже добровольцами. В куйбышеве находилось представительство правительства Советской Литвы. Пришел туда. Меня принял первый заместитель председателя Совнаркома Литвы Кучинскас. Он хорошо знал моего дядю-подпольщика. Спросил его, почему меня не берут. Хочу на фронт добровольцем. Кучинскас написал на правительственном бланке следующее письмо военкому. Комсомолец-подпольщик Скопас направляется добровольцем в 16-ю СД. Вернулся в военкомат, передал письмо военкому. Он посмотрел на меня с интересом и изрек, жди повестки. Через две недели в дом тетки, находившейся на улице Галактионовской, номер 71, постучал посыльно из военкомата и передал мне повестку о призыве. Тетка сшила из наволочки в вещмешок, дала какие-то продукты. В военкомате получил предписание явиться в Балахну, Горьковской области, в место формирования литовской дивизии. Ночью, ожидая поезда, заснул на вокзальном полу. Кто-то разрезал мой вещмешок и вытащил продукты и все документы. Я был в отчаянии. Пришел к начальнику станции, пытаясь на ломаном русском языке объяснить свое горе. Начальник станции молча достал из ящика мои документы и вернул их мне. До сих пор не пойму, был ли он сообщником воров. 12 января 1942 года я был уже в Балахне. Прошел медицинскую мандатную комиссию и сразу же был направлен в дивизионную разведроту. Что представляла собой 16-я литовская стрелковая дивизия? Расскажите подробнее об этом формировании. Где набрали литовцев на целую дивизию? Чтобы дать вам точную раскладку по цифрам, я буду сейчас вынужден использовать статистические данные из книги, изданной в Литве и посвященной 16-й стрелковой дивизии. 18 декабря 1941 года был издан указ ГКО о формировании 16-й литовской дивизии и 7-й эстонской дивизии на территории МВО. Из Литвы успело убежать примерно 20 тысяч человек – мужчин, женщин, детей. Ядро дивизии составили литовские коммунисты-подпольщики, комсомольцы и солдаты так называемого 29-го стрелкового территориального литовского корпуса, сформированного на базе бывшей армии буржуазной Литвы. Большинство солдат корпуса с началом войны разбежалось по домам или сдались немцам в плен. Но было среди них несколько сотен солдат и сержантов, участвовавших в первых приграничных боях с немцами и отступивших с Красной Армией на восток. Одним из таких бывших кадровых солдат 29-го СК был мой будущий командир разведзвода Альгердас Гидрайтис, неожиданно изменивший присяги и перешедший к немцам в начале 1943 года. В январе 1942 года в дивизии было всего 1500 человек. Этой группы хватило на комсостав и только для формирования специальных артиллерийских подразделений. Потом пошел со всей страны поток евреев, беженцев из Литвы. Люди прибывали с Урала, Сибири, Азии. Их не брали в армию в военкоматах по месту эвакуации. Они считались западниками, не заслуживающими доверия. Некоторые из них были вообще людьми без советского гражданства. Но когда вышел указ о формировании дивизии, им разрешили проследовать Горьковскую область. Всех евреев направляли на формирование стрелковых полков. Исключений на первых порах составляли только медики. Кроме того, в дивизию направлялись лица литовской национальности, ранее проживавшие на территории СССР. Немало литовцев жило в Ленинграде, в Руднянском районе Смоленской области. Были литовские села в Саратовской области, три больших литовских деревни под Новосибирском. Была еще группа поляков, уроженцев Вильнюсского края, считавшихся литовцами. Для усиления дивизии на многие командные должности направляли сержантов и офицеров русской национальности. В основном уже успевших понюхать пороха на фронте. Так, например, к нам в 167-й стрелковый полк прибыл герой Советского Союза Леонид Бубер, отличившийся еще на финской войне. Направляли к нам также солдат с литовскими корнями из других стрелковых дивизий Красной Армии. Но я знаю лично десятки людей, литовских евреев, которые воевали на разных фронтах, так и не будучи направлены в национальную литовскую дивизию. Так что к лету 1942-го в дивизии было примерно 11500 человек, и из них 7000 литовцев или уроженцев Литвы. Национальный состав дивизии был следующим. Треть солдат и офицеров – литовцы, треть – евреи, и еще треть – русские, и представители других национальностей. Примерно 70% рядового состава в стрелковых полках составляли евреи. Дивизия состояла из трех стрелковых полков 156-го, 167-го, 249-го, из саперного, учебного и лыжного батальонов дивизиона ПТА, зенитного дивизиона, 224-го артполтка, отдельного батальона связи и моей 18-й отдельной разведроты. Поскольку само создание в национальной дивизии являлось политическим актом, то в дивизии был большой политотдел, национальный оркестр и ансамбль песни и пляски. Была даже специальная группа фотографов, задачей которых было снять на пленку для истории весь боевой путь дивизии. Поэтому и существует множество фотоматериалов по 16-й стрелковой дивизии. При дивизии во время формировки находилась специальная рота, в которой готовили будущих диверсантов и партизан для действий на территории Литвы. А в Шуе была создана партийная школа, в которой обучались будущие партийные кадры для республики. В Балахне оставался 2-й запасной батальон дивизии, ответственный за поставку пушечного мяса для 16-й стрелковой дивизии. Для того, чтобы сохранить прибалтийский характер нацформирований был издан строгий приказ, согласно которому все выбывшие из строя по ранению солдаты из прибалтийских дивизий направлялись после госпиталей только в свои части. В этом аспекте нас заранее уравняли с гвардейцами. Но из-за высоких потерь уже в 1943 году в дивизии шло большим потоком русское пополнение. И только после того, как 16-я стрелковая дивизия вошла в 1944 году в Литву, вновь большинство солдат дивизии составили литовцы, коренные жители республики. Где-то читал, что со второй половины 1944 года и до конца войны в дивизию на пополнение прибыло больше 12 тысяч литовцев из освобожденных районов Литвы. В июле 1942 года дивизия полностью закончила формировку и подготовку к боевым действиям и была признана готовой к отправке на фронт. В принципе, это весь краткий экскурс в истории создания дивизии. Как происходил отбор в отдельную разведроту дивизии? На мандатной комиссии меня сразу спросили «Хочешь служить в Жвальгибе?» Жвальгиба, по-литовски разведка. Я с радостью согласился. В разведку дивизии отбирали самых лучших и подготовленных, только бывших подпольщиков, коммунистов и комсомольцев. Но также была большая группа из бывших кадровых солдат 29-го стрелкового корпуса литовской армии. В моем взводе кадровиков была почти половина. Евреев в разведку брать не хотели, желая сохранить элитарные подразделения дивизии, мононациональным и составленным только из представителей титульной нации. Хотя у нас была часть ребят, русские, уроженцы Листвы. Но я имел подпольное прошлое, и меня взяли в роту без проблем. Евреев в разведроте поначалу было всего 4 человека. Это потом уже нас там собралось порядочное количество, хоть синагогу открывай. Наша рота называлась 18-я отдельная моторизированная разведрота. Но я не знаю, почему мы назывались моторизированной, у нас даже мотоцикла в роте никогда не было, не говоря уже про БТР. В роте на формировке было 120 человек, делившихся на три взвода. Разведкой дивизии командовал майор Стасис Гайдамаускас, бывший офицер буржуазной литовской армии. Человек лично смелый и требовательный, строгий, но не подлый. Всегда предельно официальный. Одно время в должности начальника разведки был майор Шимко. Человек тоже серьезный, оставивший себе очень достойное впечатление. Ротой командовал бывший капитан литовской армии по фамилии Даугела, человек интеллигентный и умный. Коммунистом он не был. К нам он относился очень корректно и сухо. В конце 1943 года роту принял капитан Евгений Барабаш, погибший осенью 1944-го. В общем, дух и закалка старой литовской армии сохранялись дивизии всю войну. Бардака в плане дисциплины или понебратства в отношениях с командирами 16-й стрелковой дивизии не было. Даже разведрота дивизии порой соблюдал определенные рамки приличия. Внешне мы не производили впечатления банда головорезов. Я попал во взвод лейтенанта Гидрайтиса, бывшего сержанта литовской армии, удостойного за бои под Москвой, составе латышской дивизии, медали за отвагу и получившего за боевые отличия командирское звание. Его измена в 1943 году потрясла меня. Я не ожидал от него такого поступка. Со мной служили в роте бывший секретарь ЦК Комсомола Литвы, наш ротный комсорг Антонас Жалис, прекрасный человек и верный товарищ. Мой друг, еврей Брянскис, Парторг Бакас и еще много хороших ребят и смелых разведчиков. Буракас, Витаукас, Скобас. Многих еще можно назвать. Сразу после прибытия в роту мне вручили финку в ножнах, отличительный признак разведчика. Я был самым молодым разведчиком в роте. А потом началась боевая учеба. На полевых занятиях все выглядело таким простым и легко достижимым. Учение по тактике разведчиков, ночные переходы, преодоление препятствий, ножевой бой, стрелковый бой, действия по захвату языка, азы маскировки, все казалось семечками. Это потом в первых боях мы быстро разобрались, почем фунт изюма в разведке. На своей крови учились. Почему дивизия почти год находилась в тылу? Мне трудно вам что-то ответить дельное. Сталин объявил 1942 год победным и переломным. Может быть, наверху ждали и надеялись, что Красная Армия быстро дойдет до границ Литвы и берегли дивизию для участия в боях непосредственно на территории республики. Не знаю. 1 мая 1942 года нас провели к присяге. В июле приехала комиссия и штаба Московского округа и дивизию признали полностью боеспособной. В августе нас перебросили в прифронтовую полосу под Тулу. Дивизия была дислоцирована в районе Ясной Поляны. Здесь мы простояли в резерве до конца декабря. Вся дивизия уже мечтала побыстрее вступить в бой. И причина тут не только в патриотизме личного состава. Все бойцы были измучены голодной тыловой нормой питания. В день давали 600 грамм хлеба, который делили на три пайки, пустую балан которые мы прозвали Волга-Волга и по черпаку Каши. Солдаты откровенно голодали. Отправки на передовую мы ждали с нетерпением. Как происходила отправка дивизии на фронт? В конце декабря нас перебросили в другой район Тульской области. В январе был совершен многодневный ночной марш в Глебовский район, потом в поселок Русский Брод. Стояли сильнейшие морозы, снег валил круглосуточно, Пурга занесла все дороги. Все обозы с продовольствием и боеприпасами безнадежно отстали. Нас беспрерывно гоняли вдоль линии фронта, мне уже казалось, что этим переходом по 300 километров не наступит конца, и мы так и будем всю войну ходить из одного района в другой. В середине февраля мы выступили маршем в Дросковск, а потом нас перекинули в 48-ю армию на Брянский фронт. Новый переход был выше всяких человеческих сил. Мы были уверены, что до пункта назначения не дойдем. Машины и повозки не могли пройти по заснеженным дорогам, люди тащили на себе мины, снаряды, ящики с патронами, холод был лютый. Мы шли по 25 километров в день, спали в снегу, многие замерзали насмерть. Обессиленными и изголодавшимися 18 февраля 1943 года после очередного неимоверно тяжелого марша мы продолжили движение в район деревни Алексеевка. Там дивизия приняла свое первое боевое крещение и по сути дела деревня Алексеевка является сплошной братской могилой для солдат нашей дивизии. В февральских и мартовских боях 1943 года дивизия потеряла больше 80% личного состава. Это колоссальные потери. Погибли самые лучшие люди дивизии, самые преданные советской власти коммунисты и комсомольцы. Я был тогда рядовым солдатом-разведчиком и откуда мне было знать, что там решали в штабах, когда гробили нашу дивизию. Но одну деталь я знаю достоверно. Когда 16-я дивизия дошла до Алексеевки и был получен приказ наступать на Змеевку, командир нашей дивизии, генерал Жемайтис, вяло попросил по телефону у командарма несколько суток на отдых или на подтягивание артиллерии и тылов. Комиссар дивизии Мацияускас вырвал трубку из рук комдива и бодро отрапортовал, что дивизия к атаке готова и рвется в бой. Решил, видно, сволочь, на день Красной Армии начальству подарок сделать и сам выслужиться. Командарм рявкнул. Молодцы! И так началось истребление нашей дивизии. 22 февраля 1943 года дивизия пошла в атаку без артподготовки фактически вслепую. По пояс в снегу в 40-градусный мороз солдаты вышли на исходные позиции для атаки. А у немцев там каждый метр был пристрелен заранее. Еще до того, как полки поднялись в атаку, нас несколько раз нещадно пробомбили. А потом начался непрерывный артиллерийский минометный обстрел. Батальоны продвинулись на несколько сот метров, но немцы пулеметами из бойниц, расположенных в снежном валу, косили наши атакующие цепи. Только с наступлением темноты живые смогли отползти в свои страншеи. А на следующий день все повторилось вновь, по тому же сценарию. Солдаты в полный рост, без масок халатов, черными мишенями на снегу пытались атаковать. У деревни Нагорной немцы закопали в снег свои танки и к пушечному, пулеметному и минометному жесточайшему огню добавилась смерть, изрыгаемой танковыми орудиями. Дивизия так и лежала, расстреливаемая на снегу, на страшном морозе, прямо перед немецкими позициями. А копаться было невозможно. Приказы на отход никто не давал. Солдатам говорили ни шагу назад. Наша артиллерия не могла нам многим помочь. У артиллеристов было в лучшем случае по 10 снарядов на орудие. Через 6 дней остатки полков вывели с линии передовой и перебросили под деревню Новокитовка, снова приказав любой ценой прорвать оборону противника. И здесь вновь продолжалась мясорубка. Это были не бои, это было убийство. Под Никитовкой люди просто стали колевать от голода. Две недели нам вообще не доставляли продовольствия. Съели всех коней, а дальше солдаты питались только замороженной брюквой. Изредка давали по горстке муки и бойцы мешали ее с водой, делая затируху. У многих от голода распухли ноги, а потом остатки дивизии вывели в тыл. Комдива генерала Жемайтиса по-тихому убрали с командования дивизии и отправили преподавать в академию Г.Х.К.А. Комиссар дивизии Мацияускас отделался строгим выговором. Никто не ответил за бездарную, ничем не оправданную гибель тысяч солдат литовской дивизии. Мне до сих пор иногда снится, как я лежал двое суток под непрекращающейся страшной бомбежкой в Алексеевской церкви среди штабелей трупов наших солдат. Когда весной нас меняла на передовой стрелковая бригада прибывшая из Сибири, то мы стали собирать из-под снега тела павших товарищей и рыть братские могилы каждые на пятьсот человек. Многие из нас не брились по несколько недель, а религиозным евреям вообще разрешалось носить бороды. И как-то так получилось, что очень многие убитые были с лицами заросшими черными бородами. Сибиряки, увидев горы трупов, приготовленных к захоронению, спрашивали у нас «Откуда у вас столько бородатых грузин?» Мы отвечали им «Это не грузины, это евреи. Запомните это». Как использовалась разведрота дивизии в этих зимних боях? Первый поиск мы провели в ночь на 22 февраля. Пошли группой в 12 человек. Немцы заметили нас на нейтралке и расстреляли из пулеметов. Тогда погибли Брянскис, Жалис, Буракас и еще три разведчика были ранены. Начальник разведки дивизии сказал нам, что мы еще зеленые и настоящей войны не знаем и лично повел нас в поиск на следующую ночь. Нас снова расстреляли на подходе к немецким позициям. Потом нас кинули в бой, как стрелковый резерв, а далее послали в разведку боем со всеми вытекающими отсюда для разведроты печальными последствиями. Ничего хорошего в моей памяти февральские и мартовские бои не оставили. Как была вооружена ваша разведрота? У всех автоматы, гранаты, кинжалы, ручных пулеметов или снайперских винтовок у нас не было. Со временем многие ходили в поиск с немецкими автоматами. Наши ППШа мы не любили. Они часто заедали и давали осечки. А немецкие автоматы были легче и надежней. Трофейные пистолеты к 44-му году появились у всех разведчиков. Бинокли были у многих, а ракетницы только у командиров групп. Как обеспечивали разведчиков питанием и обмонтированием? Весной 1943 года под Орлом мы жутко голодали. Такая же картина была под Невелем, в конце того же года. Все дороги были разбиты, продовольствия не могли подвезти к передовой. Разведроту посылали через леса за 30 километров на армейские склады, и мы несли в своих вещмешках сухари для штаба. Один раз в таком походе мы по дороге назад съели несколько десятков сухарей, так нас за это чуть не расстреляли. Весь взвод уже выстроили у стенки, но приказы на расстрел комдив все же не дал, пожарил разведчиков. Безопытной разведке тяжело воевать, я сейчас говорю серьезно, но в основном питание разведчиков было хорошим. Ленд-лизовские продукты нас выручали, обмундирование было у нас добротным, разведчики ходили в пуховых куртках, кстати, отечественного производства. Сапоги вначале были только у комсостава, но со временем все разведчики поменяли обмотки на кирзачи. В бытовом плане нам было намного легче, чем пехотинцам. Развед рота в обороне обычно дислоцировалась рядом со штабом дивизии, и организовать помывку в бане или стрижку для разведчиков было делом простым. В окопах мы мерзли только во время подготовки к поискам. Аристократы. Пили в разведке много? Канистры с водкой спокойно стояли в роте, и никто спиртным чрезмерно не увлекался. Но были моменты, когда перед разведкой боем мы выпивали грамм по 200 водки, а то и побольше. Разведку боем у нас называли разведка смертью. Те, кто знает, что такое разведка боем, меня сейчас поймут. Перед обычным разведпоиском как правило не пили. Это была для нас обычная работа, а в стимуляции нашей смелости алкоголем мы не нуждались. Численный состав разведроты оставался всегда неизменным? Нет. С лета 1943 года в роте никогда не было больше 50 человек. В поиск у нас ходили все. Кроме старшины роты Табенкина, нашего ангелохранителя и кормильца, и замполита Гатаутаса, бывшего коммуниста подпольщика. Гатаутаса мы все уважали. Это был умный и хороший человек, имевший на нас большое влияние. Он умел поддерживать дух разведчика в трудную минуту. Его слова «Лучший немец, мертвый немец» стали девизом роты. Наш санинструктор принимал непосредственное участие в разведпоисках. Как восполнялись потери в вашей разведроте? Как менялся национальный состав разведроты? На пополнение присылали добровольцев, обязательно с боевым опытом. Из полковой разведки к нам тоже приходили. Помню, евреев Петлицкого, Гришу Розенблюма, прибывших к нам из полковых разведзводов нашей дивизии. Прибыл к нам после штрафной роты бывший ленинградский уголовник и будущий герой Советского Союза, литовец, сержант Болеслав Гек-Жанц. Разведчик смелый и толковый, но личность во всех отношениях противоречивая. С середины 1943-го к нам приходило после госпиталей на пополнение много русских ребят из других дивизий. Так в мою группу попали Щербаков и Рукавишников. Щербакова снова ранили во время разведки боем, но он вернулся в роту и вскоре был убит в поиске. Рукавишников погиб от пули снайпера. В начале 1944-го года рота была полностью смешанной по национальному составу, пришло много русских и украинцев. Вот видите, на фотографии стоят спокойный храбрый Косолапов по прозвищу Толстый, веселый Мельников, Бондарчук, ставший кавалером ордена БКЗ, смелый Нестеренко. Тогда же в роту пришел разведчик, ставший моим близким другом на всю жизнь, Николай Хваткин, кавалер трех орденов, мой одногодок, живет сейчас в Москве и до сих пор преподает в Бузе. В 1943 году из соседней дивизии к нам перевели нового ротного командира, капитана Евгения Барабаша. Молодой парень, но уже совсем седой, с тремя орденами на груди. Боевой офицер. Женя Барабаш был скрытым евреем, но по документам шел как украинец. Мы иногда над ним шутили, подходили к ротному и обращались к нему на индиш. Барабаш с огромным трудом не реагировал и делал вид, что не понимает сказанного. Сразу переспрашивал по-русски, что случилось? Отчаянный смельчак и прекрасный командир роты, Барабаш был тяжело ранен осенью 1944 года и скончался в госпитале от ран. Никаких национальных конфликтов в роте не было. Главным языком общения постепенно для всех стал русский. Многие из русских ребят не могли выговорить мое имя отчество Шалом Лейбович, так меня называли Ленькой или Алексеем Ивановичем. Мы были как одна семья, все фанатично любили советскую власть и были готовы за нее в любую минуту отдать жизнь. Сколько разведчиков выжило из первого состава роты? Из первого состава до января 1945 года оставалось в строю всего человек 5-7. Потом меня тяжело ранило, я выбыл из дивизии и дальнейшей судьбе некоторых товарищей у меня нет полной информации. Знаю точно, что сейчас живы из нашей роты три человека. Косолапов живет в Вильнюсе, Хваткин в Москве, а я в Израиле. Вроде еще жив Розенблюм. Последние годы он жил в США. Имели ли бойцы разведроты какие-то послабления в плане воинской дисциплины? Все-таки подразделения элитарные, отборные? В 16-й литовской стрелковой дивизии была железная дисциплина. Дух и даже традиции старой литовской армии в дивизии сохранялись. Никаких дисциплинарных послаблений или эксклюзивных привилегий разведрота немело. С разведчиками не церемонились. У нас, если кого в дивизии к стенке ставили, то они смотрели, кто разведчик, а кто нет. Закон был один для всех. Из нашей разведроты только Гегжнас мог себе позволить почти все, поскольку был любимцем штаба дивизии и поставщиком трофеев номер один. Конечно, я мог при желании послать подальше какого-нибудь лейтенанта, возновнившего себя полководцем. Всякие были случаи, но в основном дивизионные разведчики вели себя корректно, особо не зарывались и, как бы это повернее выразиться, чрезмерной заносчивостью не отличались. А мне ветераны литовской дивизии буквально легенды рассказывали о вашей разведроте в плане боевой деятельности, дисциплины и так далее. Вы серьезно думаете, что я сейчас начну вам как на духу выкладывать все, что творилось в нашей отдельной разведроте? И у нас оставались свои маленькие тайны и свои скелеты в шкафу. Прежде чем я начну вам предельно откровенно рассказывать о кое-каких событиях, я должен хотя бы по телефону позвонить еще живущим на свете бывшим бойцам разведроты и решить вместе с ними, а стоит ли вообще давать, скажем так, лишнюю информацию. Я уже привык, что бывшие разведчики и о боевой деятельности, о рядовых разведпоисках рассказывают крайне скупо и сдержанно. И правильно делают, берегут психику молодого поколения. Поймите, разведчики и диверсанты это единственные люди в армейских рядах, которые всю войну провели, как говорится, лицом к лицу с врагом и со смертью, в буквальном смысле. И любой фильм ужасов покажется вам лирической комедии, после честного рассказа войскового разведчика о том, что ему пришлось увидеть и испытать в разведке. Нам ведь очень и очень часто приходилось немцев не с автоматов убивать, а резать ножами и душить руками. Сами вдумайтесь, что стоит за фразой «Я снял часового» или «Мы бесшумно безвредили охрану». Спросите разведчиков, какие кошмары им снятся до сих пор по ночам. Просто спросите, не для публикации. Как относились к бойцам дивизионной разведроты в полках дивизии? Какими были отношения с полковыми разведчиками? Солдаты нас очень уважали. Это бесспорный факт, и мы этим гордились. С полковыми разведчиками тоже были хорошие отношения, все-таки одно дело делали. У нас, кстати, среди полковых разведчиков были настоящие мастера разведки. Например, герой Советского Союза сержант Вася Федотов из 249-го стрелкового полка. А вот командование батальонов и полков относилось к дивизионной разведке по-разному. Помню, пришли в батальон Веленского готовить поиск, а он нам заявляет, я пошумать, валите отсюда, вы тут нагадите, а мне здесь потом за вас все дерьмо разгребать. Какие-то законы и традиции были приняты в вашей разведроте? Еще до выезда на фронт мы поклялись ни в коем случае не оставлять врагу своих раненых и убитых. Это был наш основной закон. Был еще один закон. Разведка погибает, но в плен не сдается. Как вы оцениваете переход к немцам группы вашего взводного Гидрайтиса? Переход к немцам группы Климаса Чернюса из полковой разведки 156-го стрелкового полка. Переход группы командира моего взвода лейтенанта Гидрайтиса к немцам в начале марта 1943 года был для меня ударом. Мы все были в шоке. Я должен был идти с этой группой в поиск, но слег с высочайшей температурой, и они пошли в немецкий тыл без меня. В группе было 6 человек, все бывшие солдаты и унтер-офицеры из 29-го территориального стрелкового корпуса, кадровики литовской армии, включая пункт взвода Ясда Ускаса. Группа не вернулась. Через день линии фронта под немецким огнем перешел какой-то паренек в простреленной телогрейке. Он рассказал, что группа Гидрайтиса прячется от немцев в подвале дома в селе, расположенном от передовой в 11 километрах. В группе несколько раненых, и они ждут от нас помощи. Передал ремень Гидрайтиса, как знак того, что ему можно верить. Сразу в роте организовали отряд из 25 разведчиков. Несколько дней мы наблюдали за немецкой передовой, пытаясь нащупать место для удачного перехода линии фронта. И когда уже вроде все было готово к операции, к нам пришел особист и сказал «отбой». Заметили в особом отделе, что на телогрейке у парня все дырки от пуль свежие, а следов крови нет, и взяли этого хлопца в оборот. Тот сознался, что сам служит у немцев полицаем и что послан немцами для того, чтобы заманить разведроту в засаду. А сам Гидрайтис добровольно, без боя, сдался со своей группой врагу в плен и предвкушал, как нас перебьют во время операции по спасению разведгруппы. Этого парня повели к нам в роту, и он все нам рассказал. Потом спросил, кто здесь Ленька Скопос. Я поднялся. Парень мне и говорит, что его Гидрайтис лично попросил удавить Леньку Жиденка. А ведь Гидрайтис ко мне на формировке относился очень хорошо. Я не могу понять причин его предательства, ведь Гидрайтис мог еще в 1941 переметнуться к врагу, а он под Москвой храбро воевал, и даже заслужил боевую медаль. Почему он сломался? Может, увидел поле боя под Алексеевкой, полностью покрытые трупами солдат дивизии, и выбрал жизнь ценой предательства? А может, не выдержал напряжения, когда перед каждым разведвыходом нам говорили открытым текстом представителя разведотдела дивизии. Если языка не возьмете, будете расстреляны. Без языка не возвращайтесь, лучше сами себе пулю в лоб пустите. Добавлю только одно. Отец Гидрайтиса какое-то время после войны получал пенсию за своего сына, как за пропавшего без вести. И такое случалось. Почему перешла к врагу группа Климоса из полковой разведки 156-го стрелкового полка, я точно не знаю. Слышал, что Климоса поймали в Литве после войны и расстреляли. Младший лейтенант Павелайтис тоже получил свое за измену родине. Бывший унтер-офицер, сверхсрочник литовской армии. Перебежал к немцам 4 июля 1943 года, прямо перед началом Курской битвы, и доложил немецкому командованию, что на участке обороны литовской дивизии литовцев нет. Находятся, как он сказал, одни жиды и сброд из русских, а жиды известное дело воевать не умеют и не желают. Немцы ударили в районе высоты 248 встык с жидовским полком. Это западнее поселка Красная Слободка. Сначала позиции 156-го стрелкового полка два раза пробомбили 120 немецких бомбардировщиков, а потом немцы нанесли удар, пропустив на узком участке 20 танков. Итак, мы готовились к сражению, но после побега Павилайтиса все передовые части были приведены в полную боевую готовность. Мы ждали немцев, и атака была отбита с большими для противника потерями. 7 июля мы увидели в бинокле, как немцы подняли над своими позициями прибитый гвоздями к доске труп Павилайтиса. После из допросов пленных немцев и из захваченных документов выяснилось, что немцы посчитали младшего лейтенанта Павилайтиса специально заброшенным к ним в тыл лазутчиком с заданием ввести в заблуждение немецкое командование относительно системы обороны и дислокации 16-й стрелковой дивизии. Этот случай широко стал известен в дивизии «Собаке собачья смерть». Теперь я вам хочу сказать следующее. Я думаю, что процент людей в литовской дивизии, искренне и беззаветно сражавшихся за советскую власть, был самым высоким в Красной Армии. Наша дивизия была по сути дела добровольческой и коммунистической, состоявшей из фанатиков. Еще один важный фактор. 30% дивизии составляли евреи, и у каждого из них был свой личный счет к врагу. Поэтому я не хочу смаковать всякие истории с предателями. Если бы все воевали как 16-я стрелковая дивизия, мы бы войну на пару лет раньше победой закончили. Начало Курской битвы. Каком оно было для вас? Утром 5 июля 1943 года пошел навестить своего товарища Йозаса Левицкаса. Стояли с ним возле землянки, разговаривали. На передовой не стреляли, полные затишья. Вдруг в затишье раздался гул авиационных моторов. Над нами низко пролетели 300 немецких самолетов. А потом была такая бомбежка, что до сих пор ее забыть не могу. Немецкий прорыв на участке 167-го стрелкового полка происходил на ваших глазах? на на развалинах деревне Панская в так называемом районе Семидворики разместилась преданная нашему 167-му стрелковому полку отдельная штрафная рота. Немцы выставили напротив своих штрафников. Там нейтральная полоса составляла метров 700, а посередине нейтралки стоял колодец. Штрафники с двух сторон как-то договорились между собой и друг друга не трогали. Подходили к колодцу без особого страха и даже устроили натуральный обмен на нейтралке. Наши оставляли на земле махорку и взамен получали от немцев сигареты. Добротания не дошло, но бдительность наших штрафников притупилась. Под утро немцы без выстрелов, но быстро перемахнули нейтральную полосу и вырезали наших штрафников спящих в землянках. Так начинался этот прорыв в Семидвориках. Немцы зашли в стык между дивизиями. В 167-м стрелковом полку срочно создали ударный отряд. И комбат Веленский со сводным отрядом отбил назад утраченные позиции. Дивизионную разведроту к участию в этом бою не привлекали. Какой из разведпоисков 1943 года вы считаете самым удачным? В разведотделе нам плеж проели требованиями достать толковых языков. Пошли группой 15 человек. Нас повел Гегжнас. Зашли к немцам в тыл, расположились в лесу рядом с дорогой, ведущей к немецкому госпиталю. И так мы с этой дорогой 8 человек в лес затащили. Один из них был офицер в звании капитана. Он достал трубку и закурил. Дым нас мог демаскировать. Говорю ему, быстро трубку затуши. А он мне в ответ целую тираду выдал, мол, не имеете права, согласно Женевской конвенции, никто не смеет унижать пленного офицера. Нагло себя повел офицерик. Начал орать на всю округу, так мне пришлось его сразу ножом зарезать. Стали совещаться, что будем делать дальше. Семерых немцев трудно через передовую провести. Зарезали еще троих, а четверых провели в плен. Договорились между собой, что если в разведотделе станут задавать лишние вопросы, то скажем, что немцы убиты при попытке к бегству. А что с нас взять? Мы были головорезами. И это факт. Все ломом подпоясаны. Все разведчики, участвовавшие в этом поиске, были награждены. В роте существовало соцсоревнование между взводами, кто больше языков захватит. Такого не было. Все делали одно общее дело. Например, второй взвод возьмет в плен офицера, так мы вместе радуемся. Примите во внимание, что очень часто за каждого взятого языка мы платили жизнями своих товарищей разведчиков. Тут недовзаиморасчетов было. Как шел зачет языков, взятых разведчиками, роты? Знали ли вы о существовании так называемой нормы для разведчиков на представлении к званию Героя Советского Союза за 20-25 взятых языков? О таком приказе я не слышал. Я был занят войной и наградами не интересовался. Зачет взятых языков шел на ту пару разведчиков из группы захвата, которые непосредственно взяли языка. В группе прикрытия засчитывалось участие в поиске. Всю канцелярию по зачетам ввели в штабе и в разведотделе дивизии. взятые в подготовленном поиске в условиях стационарной обороны противника. А если ты в бою взял в плен полвзвода или полбатареи немцев, то они зачетными языками не считались. Поэтому, когда я слышу цифры, что разведчик Фисатиди взял 150 языков, а еще кто-то, герой Советского Союза, имеет на счету свыше 80 языков, то я не знаю, как к таким данным относиться. Чтобы успеть взять такое количество языков, надо быть трижды бессмертным и супер счастливым. Для человека, воевавшего несколько лет в разведке, цифра в 25-30 языков на личном счету, мне кажется, максимальной. Лимит жизни и удачи для разведчиков был ограничен. Потом любого удачливого разведчика обязательно убивало или калечило. Как вели себя в плену немецкие военнослужащие, захваченные бойцами дивизионной разведроты? Разные попадались немцы. Было немало пленных, державшихся в плену гордо и достойно, но в основном, конечно, многие языки, попавшие в руки разведгруппы, были в шоковом состоянии и с перепугу забывали и о присяге, и о гордости, и о своей немецкой родной маме. Особенно, если немец видел, что попал в плен к евреям, то страх его был ужасен. Немцы боялись, что евреи их на месте порешат. Вот вам фотографии для примера. Разведчики допрашивают немца. Рядом с языком стоят разведчик Яскевич, лейтенант Акерман и переводчик Пактор. Все, как говорится, ребята с нашей синагоги. Что немец мог от них ожидать? Шоколадки? Или заслуженной пули в живот? И ничего, если по заре стребовался язык, мы оставляли немцев живых. Работа у нас была такая. Я не зря задал этот вопрос. Встречался в свое время с двумя бывшими бойцами дивизии, и они утверждают, что, например, во втором батальоне 249-го стрелкового полка вообще старались пленных никогда и ни при каких обстоятельствах не брать. Это не совсем так. Я думаю, эти люди немного преувеличивают. Второй батальон 249-го стрелкового полка долгое время считался чисто еврейским, и когда солдаты пришли на землю Литвы и узнали, что все их родные уничтожены, то жажда мести была очень велика. И какой-то период действительно в плен в этом батальоне никого не брали. Не забывайте, что 96% еврейского населения Литвы было уничтожено немцами и их пособниками. Но вскоре слава батальоне пошла по армии, налетели проверяющие из политотделов и военного совета. Комбата, как я слышал, с трудом отбили у трибунальцев и даже хотели отозвать его представление на героя. Но кроме этого случая я не помню рассказов или примеров о том, что солдаты из 16-й стрелковой дивизии массово стреляли пленных, взятых в бою. Другое дело власовцы, но здесь был принят общий фронтовой стандарт. Идешь по лесной дороге, а на деревьях висят повешенные власовцы с табличками на груди «Изменник Родины». Такое я видел. Когда мы зашли в Литву, то нередко захваченные в плен полицаи или служившие в карателях погибали при попытке к бегству. И то всех не убивали. Но военнослужащих вермахта в расход у нас никто пачками не пускал. Как щедро вашей дивизии отмечали разведчиков правительственными наградами. Каких наград удостоились вы лично за службу в разведке. Вопрос непростой. И увольте меня сейчас начинать обсуждение наградной темы. А то я, не ровен час, скажу кое-что лишнее. В 1943 году я был награжден орденом Красной Звезды и медалью за отвагу. В 1944 году получил орден Отечественной войны. Имею еще польский орден Крест Грюнвальда. Ладно, скажу вам еще одну вещь. Дивизия наша была местечковой, но, невзирая на атмосферу, на интернационализм в дивизии, евреи все равно считались национальными кадрами второго сорта. И каждый наградной лист на еврея рассматривался через лупу. И евреям ордена за подвиги давали скупо и со скрипом. Евреев награждали только когда уже начальству деваться было некуда. Слишком очевидно и весомо была боевая заслуга. И то после третьего наградного листа. У нас даже в роте была частушка прибаутка. Служат рядом львей скопос и литовец скобос. Вот и шутили. Представляли скопоса, а наградили скобоса. Так и было. Как разведчики относились к возможной смерти в разведпоиске? Мы относились к смерти спокойно. Знали, что рано или поздно нас не минует чаша сия. Но не было ни одного случая явной трусости в нашей разведроте. Свои бы сразу трусы пристрелили. Для нас главным было выполнить задание о своей жизни никто не думал и себя не жалел. А каждый поиск для нас это обязательная встреча со смертью. Кто кого. Часто разведчики рвались на минах, но в основном гибли при отходе к своим или прямо перед немецкими траншеями, будучи обнаруженными противником. Было несколько случаев, когда немцы сознательно, без боя, пропускали нашу разведку в свой тыл и там вырезали разведчиков или пытались взять их в плен. Какие-то смутные надежды выжить у меня все-таки были. Таскал в поиске в кармане гимнастерки, как талисман оберег, свою первую награду, медаль за отвагу, хотя все награды полагалось сдавать старшине роты перед каждой операцией. И эта медаль спасла меня от стопроцентной смерти. Осколок граната, летевший прямо в мое сердце, покорежил медаль, вырвал из нее кусок металла и изменил свою траекторию, попал в легкое. Так и сидит этот осколок в левом легком по сей день. Расскажите об этом эпизоде поподробнее. 12 января 1945 года, за несколько дней до переброски дивизии из Курляндии под Клайпиду, я получил приказ немедленно взять свежего языка. Понимаете, мне приказали немедленно, даже не дали времени подготовить поиск или дождаться ночи. По опушке леса шла линия немецкой бароны, которую держали войска СС. Пошли днем на участке 156-го стрелкового полка, вел за собой 17 человек, ворвались незамеченными к немцам в траншею и началась рукопашная схватка. В итоге убили 29 немцев, а языка не взяли, всех побили в горячке боя. Наши потери трое убитых, двое тяжело раненых. Я успел убить рукопашный пятерых немцев, но не успел среагировать на СС-овца, высокочившего из-за поворота траншеи и метров с пяти кинувшего в меня гранату. Достал меня курва немецкая. Дальше взрыв, боль и полный провал. Очнулся в госпитале на третьи сутки, весь пораненный осколками с перебитыми костями. Долго не мог понять, на каком свете нахожусь. Хирург, оперировавший меня, принес мне мою покореженную медаль и сказал, если б не медаль, тебя бы в живых не было. Осколок должен был точно в сердце попасть. Отправили меня в тыл с анлетучкой. Рядом со мной лежал раненый и обгоревший ослепший капитан-танкист, без обеих рук и без ноги. Я был полностью закован в гипс. Через месяц снимали гипс по частям и иссякали язвы из трупья, руки и ноги закрыли гипсовыми лангетами. Когда 9 мая объявили о победе, я на радостях пытался пуститься в пляс, сорвал с себя все лангеты. Медработники меня снова определили в гипс. Прошло еще два месяца, прежде чем меня выписали из госпиталя. Дали 30 дней отпуска на долечивание. Поехал к тетке в Куйбышев, а оттуда уже вернулся в Литву в свою 16-ю литовскую краснознаменную клайпетскую дивизию. При каких обстоятельствах погиб командир разведроты Барабаш? Это случилось уже во второй половине 1944 года. Дивизия шла маршем в полковых колоннах. Впереди пустили нашу разведроту. Сплошной линии фронта не было, и где точно находятся немецкие позиции мы не знали. Женя Барабаш был отменный танцор, весельчак, но больше всего он обожал лошадей. Увидел Барабаш в бинокль на опушке леса красивейшую лошадь белой масти. Рядом с ней примерно человек 20-30 немцев. Барабаш нам приказал немцев всех режьте, а лошадь чтоб целая осталась. Мы пошли на захват человек 25. Немцы всех поубивали, но лошадь тоже угробили случайной автоматной очередью. Но самое страшное, что эта группа немцев была частью грандиозной засады, выставленной на 16-ю стрелковую дивизию, шедшую маршем. У немцев не выдержали нервы, и по разведроте они открыли огонь из танков, орудий и пулеметов. Зажали нас в ужасные огненные тиски. Нам в те минуты белый свет показался с копеечку. Каким-то чудом часть разведчиков уцелела. Полки дивизии успели остановиться и развернуться в боевые порядки и не попали в подготовленную западню. Получается, что своей авантюрой с лошадью мы спасли дивизию от полного краха и раскрыли немецкие позиции и расположение засады. Разведрота отошла с большими потерями. Погиб командир второго взвода Ивашкевичус, литовец из Ленинграда. Был тяжело ранен мой товарищ, ветеран роты Бакас. Много народа у нас погибло в тот день, а командир роты Барабаш получил ранение в грудь и в обе ноги. Мы вытащили его с поля боя. У Барабаша началась гангрена, в госпитале ему предложили ампутировать ноги, но он отказался и через несколько дней умер. Его смерть была горем для всех бойцов роты. Выжившим разведчикам вручили ордена за этот бой, но мы даже надевать их тогда не стали. Нам было больно на душе, что мы не уберегли Барабаша. По вашему мнению, пыталось ли как-то фронтовое начальство сохранить дивизию в мясорубке сражений до вступления на территорию Литвы или отношение к национальному формированию было как к обычной стрелковой дивизии? Я считаю, что никаких поблажек дивизии не делали, бросали ее все время в самое пекло боев. Единственное, что мне представляется теоретически возможным, что с подачей политурганов старались после трагедии под Алексеевкой не допустить полного истребления дивизии. Да и в самой дивизии, хоть и очень пытались в Курской Туге воевать грамотно, все равно по большому счету людей никто не жалел. До сих пор не могу забыть один случай в Белоруссии, произошедший на моих глазах. Батальоны залегли под сильным немецким огнем и не могли подняться в атаку. В передовую траншею пришел командир полка, полковник Владос Матиека, будущий комдив 16-й стрелковой дивизии. Пошел в полный рост, потом достал пистолет и застрелил подряд пятерых солдат, лежавших в траншее. И люди пошли снова в атаку. Но можно ли с позиции нынешнего времени оправдать по суток Матиеке? Под Полоцком послали в немецкий тыл 1-й батальон 249-го стрелкового полка брать штурмом штаб немецкого корпуса. Подобные попытки уже предпринимались и немцы были готовы к приему гостей. Послали батальон по старому засвеченному маршруту через лес, зажатый из двух сторон озерами, прекрасно заранее зная, что ничего не получится. Но штаб дивизии строго выполнял приказ корпусного начальства. И нет больше 1-го батальона. Когда пленных бойцов батальона, евреев, офицеров и коммунистов немцы повели на расстрел, то один из наших, Хаим Душкес, смог убежать, кинулся в озеро и благополучно переплыл его в утреннем тумане. Немцы стреляли в него, но попасть не смогли. И что вы думаете, через несколько дней наши дивизии снова оказали высокую честь и снова приказали направить немецкий тыл уже два батальона по той же тропе с тем же боевым заданием. Так что никто литовскую дивизию не оберегал и не опекал. Воевала наша дивизия, как любая другая, обычная стрелковая, хотя я могу с гордостью сказать, что 16-я стрелковая дивизия воевала лучше, чем многие другие. Куда вас направили служить после возвращения из госпиталя? Вернулся в дивизию. Нас отобрали 25 человек ветеранов дивизии, направили на ускоренные трехмесячные курсы политработников и комсоргов. После окончания курса все получили офицерские звания и назначение в 50-ю стрелковую дивизию, составленную жителей республики, призванных в армию уже после войны. Контингент там был сложный, но об этом сейчас говорить не стоит. Вот нас, бывших фронтовиков, владеющих литовским языком, послали в эту дивизию для политработы. В начале 1947 года я демобилизовался из армии. Только нашел работу и встал на учет в райкоме партии, так меня сразу, как коммуниста, мобилизовали на укрепление советской власти на селе. Раз в месяц посылали на 10-15 дней в сельские районы, то на проведение хлебозаготовок, то на помощь в проведении займа или выборов и так далее. А война с Лежке Бролес лесными братьями в 1947-1948 годах была очень кровавой. Иногда мне казалось, что это хуже фронта. Смерть на каждом шагу из-за каждого угла или дерева. Приезжаешь на хутора, тебе улыбаются, чуть ли не руки целуют. Только отвернулся, сразу получаешь пулю в спину или топором по затылку. У меня был бельгийский пистолет. Одной рукой жмешь протянутую селянином руку, а в другой пистолет сжимаешь. Всегда патрон в стволе. Вы даже себе не представляете, сколько активистов, партийцев, советских работников, пограничников и представителей органов погибло в той лесной войне в послевоенной Литве. Можете смело любую опубликованную статистику помножить на три. Вы были коммунистом, фанатично верящим в партийные идеалы и ярым сторонником советской власти. Почему в 50-е годы вы решили покинуть СССР? Когда после войны началась разнузданная и дикая антисемитская истерия по всей стране, изгнание евреев с работы, чистка армии и советских органов от обладателей пятой инвалидной графы, борьба с космополитами, дело врачей, разгром ИАК и так далее, я все равно продолжал слепо верить партии и ее руководителям. Когда скончался Сталин, я рыдал и не было предела моей скорби. Но когда в начале 1953 года мой товарищ Аскользин, бывший подполковник, после войны работавший в руководстве железной дороги, привел меня на станцию и показал сотни пустых вагонов теплушек, стоявших на запасных путях и в вагонном депо, предназначенных для депортации евреев в Сибирь и ожидающих своего часа, то у меня внутри, в душе, за какое-то мгновение будто все выгорело. И при этом Аскользин сказал, что на днях ожидается директива из Москвы об окончательном решении вопроса с космополитами. И я сказал себе, за эту страну я воевал, резал врагов и проливал кровь, свою и чужую. И если эта страна так поступает с моим народом, то в ней я жить не желаю. И дал в ту минуту себе слово, что буду жить только на своей земле. А слово я всегда сдерживал, первым порывом было просто пройти через три границы. Я был уверен, что моим навыком разведчика пройду советско-польскую и польско-германскую границы, а там до запада, как говорится, рукой подать. Но я осознавал, что мои товарищи пострадают и будут подвергнуты репрессиям, если власти каким-то образом узнают, что я подался на запад или если меня схватят на границе. Я не хотел подставлять своих друзей. Уехал легально через Польшу с волной польской репатриации из СССР. В 1950 году сошел в Хайфе, страпах парохода, и так началась моя жизнь в Израиле. На стене вашего кабинета висит в центре на ленте ваша медаль за отвагу и ваша фотография 1942 года, совсем еще мальчишка в красноармейской форме. Часто вспоминаете фронтовые годы? Конечно. Ностальгия по тем годам и по фронтовым друзьям меня никогда не покидала. Скучаю по русскому народу, который очень люблю. Раньше летал в Россию, а сейчас врачи запрещают летать. Здоровье уже не то. Жаль, что многое не вернешь. Знаю одно, что нет для меня жизни ничего дороже тех дней, когда мы вместе, русский, литовец, еврей, украинец, шли в смертный бой, не щадя себя, чтобы спасти мир от фашистской чумы.